всех приветствую на своем канале это гараж тюнинг и сегодня у нас проект irox в общем такая маленькая предыстория вот что случилось со мной сейчас вы увидите да кажется моя помпа приказала жить жить очень долго и счастлива короче помпа не запускается до дома пару километров было 95 градусов и я чуть ли не поймал клина самое интересное что вольтаж вот например вот смотрите 12.3 включаю помпу вольтаж падает то есть напряжение идет он попытается работать но видимо поймал клина подшипник или короче говоря что-то там произошло короче помпа крутиться не хочет все очень весело будем что-то думать как выбираться из данной ситуации вместе весело шагать по просторам по просторам катим рокса короче хрень собачья я в небольшую горочку прокатился сразу 65 градусов 70 короче я решил остановиться помпа не работает катим мопедик все нормально травка погода все чудесно а больше всего не нравится когда кто-то знает о моем роксе видит что я его качу а потом куча вопросов в контакте о я видел тебя прикатил рокса чё случилось воу блять если вы мимо проезжали остановитесь помощь предложите контактюры хреновы короче чуть-чуть осталось вон там и дома уже все нормально 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 5 километров в час хорошо едем ну или вот что бывает когда без помпы заводишь мопедик 24 уже короче говоря моя помпа приказала жить она давно у меня жужжала я в принципе могу вам сейчас продемонстрировать в общем там она шумит шуршает скорее всего или сдох подшипник или в общем что-то произошло поэтому нужно поменять я ехал как вы видели уже в общем температура 98 градусов я еле успел остановиться и в общем то мне просто повезло паша мне предупреждал но я как-то подзабил ну короче говоря я чуть ли не приехал в этот же самый день я взял априле у меня отлетело крепление на глушителе хорошо съездил на почту хотел помочь поехать забрать посылку передать человеку как бы на добровольных так сказать основах и получилось так что в общем как получилось так получилось второго чуть ли не поймал клина на априле отвалилась почти полностью крепление нужно переваривать у нас сегодня на повестке дня собственно ремонт помпы или ее замена посмотрим разберем вдруг я смогу оживить что с ней произошло понятия не имею ко мне пришла вот такая трубка чудесно очень дешевая служишь касси за 20 но неважно это у нас стоит 6 рт-70 так вот она выглядит раз чудесная труба я немножко тут промазал промазал ее маслечком чтобы она не ржавела потому что она вот пару дней полежала в пупырчатом пакете вот собственно что с ней начало происходить она начала ржаветь почему потому что как пишут стейджицы они положили в комплекте бумажечку на испанском или итальянском языке и там в общем-то написано было что труба это для рейсинга она не предназначена для каждодневной езды поэтому хрен вам а не покрытие лаком поэтому трубу за 300 евро мы будем продавать вам просто вот как есть кусок металла да вот конечно муфлер тут прикольного карбоновый такой в общем под карбон сделан стоит 6 рт собачки все как положено здесь этой стороны 20 блока вот так вот крепление которое поцарапало мне трубу пока ехала ехала это просто все пупырчатом пакете сверху в полиэтиленовым еще одном пакете плотном и все то есть никакой коробки даже на вонючие про реплики это как бы есть такие пакеты датчика здесь температурного нету дырки как бы если сравнивать с r&d трубой rt70 ну в общем пропаяно все сделано как бы красиво дядя жене матвеев оценил горит мне все нравится что ты гонишь на эту трубу еще один момент то что в этой трубе нету фланца плянца кому-то как нравится в общем нету его комплекте поэтому надо делать я взял за основываться 16 трубы вот паша мне поможет с помощью токаря и мы переделаем вот так вот это будет выглядеть примерно сейчас сейчас я вам покажу вот так вот примерно это будет выглядеть в общем то выглядит это будет очень неплохо но по поводу покрытия лаком я все думаю высокотемпературный лак который 600 градусов его нужно правильно активировать там нужно прогреть до 120 градусов равномерно бла 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 чтобы лак потом не потерял свои свойства ну в общем то это геморрой заказок нужно с москвы у нас здесь в наличии ничего нету если вы что-то знаете можете написать в комментариях я с удовольствием выслушаю не хотелось бы такую трубу просто красить черной термостойкой краской потому что я считаю это не очень красиво поэтому будем выкручиваться как есть но сперва конечно хотелось бы пробовать действие если она не подойдет я ее благополучно продам я еще ко всему успел поменять аккумулятор бошевский аккумулятор который вот там стоит в уголку он кажется тоже сдох не любит он таких разрядов а в моем случае по другому никак в нашем случае только разряд-заряд-разряд-заряд ну как бы сейчас поставили бт конечно дело будет обстать получше ну посмотрим конечно же неприятно и ну мне на самом деле очень повезло потому что я просто успел вовремя остановиться ну что чтобы снять помпу электро помпу которая спрятана здесь за куском пластика скорее всего придется снимать опять поддон конечно мне очень не хочется это делать сейчас я попробую может быть что-то придумать но слить нормально так же охлаждающей жидкости не получится поэтому скорее всего будем снимать опять этот пластик в очередной раз он меня уже достал наверное одевать я его не буду поезжу некоторое время вот так потому что еще нужно напоминать задний дисковый тормоз оказывается он у меня немножко волной и поэтому головки и подъедает и собственно я чувствую трение лишнее прочее херня задачи нужно заняться роксом нужно заняться при апреле времени нету эти праздники пасха все все вот по нарастающей вот так что приступим в первую очередь открутим комуты нам понадобится бутылка чтобы слить всю жидкость потому что до помпы иначе никак не добраться естественно отсоединим клеммочки все что нам может мешать берем в сторонку вот как бы наша помпочка открутим один хомут сольем жидкость снимем помпу посмотрим как она себя чувствует что там собственно с ней не так может быть сразу будет видно и понятно что же там поломалась полковозное голову боже мой страшно смотрит пробуем даже чуть помпу включить я хочу показать чтобы посмотрели что же происходит то с ней То есть вот Вот такое вот как-то Вот как-то Она пытается допуститься И что-то там все очень плохо Я думаю вы слышите Но не будем насиловать ее Слава богу у меня есть еще одна помпа называется она Мотофорс Рейсинг ну конечно же это просто так скажем заказано на заводе в Китае, вам там напишут хоть гараж тюнинг вот так вот она выглядит вот такая вот помпа Мотофорс Рейсинг такая я вам скажу поувесистей ну и как бы отличаются они очень так я бы сказал прилично вот это как я понял помпа на магнитной основе ну и как бы крутит она намного больше это автомобильная помпа ее ставят на малые круги как я понял или на радиатор на печку вот на такое вот ставят ее она очень производительная для машины пофигу сколько она хавает но для мопеда это критично, а хавает она очень даже прилично ПА-66 ГФ-30 вот Бош, попробуем разобрать посмотрим что с ней не так вот, а если что вот эту помпу поставим на замену короче, скорее всего вибрации убивает все на свете не только крепление глушителя вот я нажимаю оно начинает быстрее крепиться так как она у меня билась о пластик что-то с ней видимо пошло не так возможно разбилась посадочная где шестеренка сама крутится, не знаю да вот смотрите это магнит вот я беру любую пластинку металлическую, она к ней липнет вижу уже уплотнительную резиночку вот смотрите были у меня мысли, что сюда вода могла попасть но судя по вот этим уплотнительным резинкам здесь как бы все отлично в общем друзья, ситуация такая, что помпа работает как бы все нормально но есть одно но от вибраций и от того, что вот постоянно вот такое вот колебание происходит ну лопасти, да, на магнитной основе вот здесь вот есть посадочное место и скорее всего просто вот вот такой вибрации она как бы немножко разбилась поэтому помпа в принципе работает она еще и поработает, я так думаю если ее закрепить хорошо, как она например в автомобиле, она наверно или садится в какое-то может быть отверстие, или как-то закрепляется в общем, чтобы было минимум нагрузок на нее в моем же случае это вот смотрите вот она как бы работает вроде как бы все нормально я так переворачиваю ее, у нее обороты уже падают вот, а если еще и ну, если вы конечно разбираетесь, понимаете в этом деле напишите пожалуйста в комментариях вот, смотрите, вот я ее расшатываю она очень сильно теряет свои обороты понятно, что когда в воде это все крутится немножко иначе все происходит когда вода есть именно вот в системе, да но вот это вот крайне меня не устраивает и в общем-то я немножко переживаю по этому поводу поэтому не будем рисковать экспериментировать я ее просто уберу вот, а поставим, ну и на топор с помпу я в принципе ее проверил, все с ней нормально у меня вот остался стоковый, роксовский вот такой вот шланг для охлаждайки вот, и я немножко кусочек от него отрезал и помпа у меня будет стоять вот таким вот образом сейчас, то есть вот так вот это будет примерно вот таким вот образом находиться здесь я сейчас примерил отдел пластик примерно прикинул, как оно будет что помпа, не дай бог, не цепанула за ротор вот, ну и в то же время, чтобы вот оставалась в таком положении то есть я хомутом хорошо затяну она зафиксируется и в принципе вот так вот я ее оставлю мусор сюда в принципе закидываться не будет потому что пластик вот здесь уже начинается поэтому она будет спрятана за пластиком ну и я думаю, что она должна поработать она будет немножко понадежнее и в плане вот таких вот вибраций, шатаний, болтаний она должна чувствовать себя получше, чем вот бошевская бошевская работа и все, но рисковать больше не хочу потому что чудом я просто не перегрел мопед вы сами понимаете так, ну что, помпа установлена в принципе все нормально я как бы проверил уже, все подключил тут такие вот клетки я еще с Китая давно заказывал проводочку дал немножко слабину как бы, чтобы вдруг в случае натяжки с ним ничего не случилось помпа вот если так вот побулпухать я все ее включу работает она почти бесшумно вот как бы она я думаю, этого не так боится как та помпа хотя, как говорится, время покажет ну что, прокатимся немножко ну что, ты видишь это вот как вы это знаете ты будешь так, что ты будешь как ищи в кейсерам с украшенной веку на самом деле ты будешь ищи в кейсерам поэропретру Играет музыка Ну что друзья, вот мы с вами прокатились И на самом деле я заметил, что вот без этого куска пластика Рокс вообще не греется То есть сейчас на улице где-то градусов 14, может быть 15 Ну там плюс-минус Короче, и температура выше 50 вообще не поднимается То есть без днища радиаторы продуваются еще сильнее И помпа в принципе крутит нормально И кстати да, расход потребления в общем помпы Мотофорс вот этой, да, так называемый Меньше чем у Боша В общем заряда генератора от МВТ недостаточно Чтобы прокормить вот эту помпу через аккумулятор То есть аккумулятор все равно проседает А вот с той помпой вольтаж даже растет Поэтому есть вариант поставить даже МВТ на постоянку С вами был Гараж Тюнинг Невезучий Аирокс Как всегда Так что всем спасибо за внимание Подписываемся, оцениваем Кому понравится Ставим лайки, дизлайки В общем подписываемся Всем спасибо Гараж Тюнинг был с вами Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok